Добрый день, уважаемые коллеги. Задачился вопросом, почему, например, для противодействия санкциям нужно создавать такие альянсы, как БРИКС, например, да? Как вообще это все позволит торговать, как это позволит выйти, допустим, там, из ВТО, да? Как вообще будет сочетаться свобода торговли, если мы говорим, что БРИКС – это не торговое объединение, да? А торговля-то и так двухсторонняя, уже развита же между странами, да? Вот, если мы говорим, что это политическое объединение против санкций, да, чтобы противостоять санкциями, как тогда вот это самое торговое объединение и расширение торговли, какие-то взаимные обязательства, в том числе по торговле, будут сочетаться с защитой, с протекцией местного отечественного производителя, да? То есть импортом-то мы, слава богу, уже не обделены. У нас уже другая задача – защищать отечественного производителя от засилия этого самого импорта. Вот, соответственно, сейчас буду комментировать материалы, которые выложили на сайте в качестве попытки найти ответ на вот эти самые вопросы. БРИКС была создана в ответ на санкции, и как раз чтобы противостоять санкциям, введенным Соединенными Штатами Америки, Евросоюзам и другими западными странами, коллективным западом, да, с точки зрения, вот, в отдельном видео развивал мысль о том, что какой зависимости это позволит избежать, какие страны наиболее пострадавшие от санкций и так далее, и так далее. Вот, как БРИКС поможет избавиться вот от этих самых санкций, да? Вот, вообще, в первую очередь задался вопросом, как вообще так получается, что, точнее, с точки зрения нахождения ответа на вопрос, каким объединением является БРИКС, да? То есть есть же несколько разных мнений. Кто-то говорит о том, что БРИКС является военно-политическим объединением. Ну, ладно, мы разбирали, соответственно, это, ну, как бы, бред полный, да? Оснований для этого нет. Кто-то говорит о том, что является торгово-экономическим союзом. Здесь, собственно говоря, тоже отчасти только можно согласиться, да? Потому что не для взаимной торговли, на самом деле, объединились в этот самый блок, в этот альянс. Торговать по двухсторонним отношениям никто не мешает, на самом деле, да? Это развитая торговля между странами-участниками БРИКС, по крайней мере, да? Между собой, вот. То есть это, скорее, политический-экономический союз. То есть поскольку на сегодняшний момент государственная политика и политика альянсов, вот, например, там, объединение коллективного Запада, да, там, Евросоюза, США, Канада, Великобритания, влияющего на экономику стран, например, там, что-нибудь там, G7 или G20 решат, например, да? Или, например, как это сейчас происходит? Сейчас это происходит вообще не коллегиально, да? То есть не... Ну, или там, не знаю, большинством голосов, не суть важно. Сейчас санкции вводятся конкретными странами по указке конкретной страны. Ну, то есть это, на самом деле, зона компетенции, экспертизы полномочий МИДа, наших дипломатов, да? Я в это вникать не буду, вот, соответственно, но очевидно, что введение санкций конкретными странами против, например, там, России, там, да, или Ирана по указке конкретной страны происходит из-за блокового статуса этой самой страны. То есть, например, ты находишься в нашем блоке, давай-ка вводи санкции против Ирана или против России, например, там, или против Китая, да? Вот, то есть альянсы заставляют участников альянса, ну, скажем так, господствующие, господствующие лица в альянсе заставляют участников альянса вводить, например, те же самые санкции, да? Вот, а что такое санкции? В том числе, там, экономически, да, запрет там пользоваться финансами, расчетными платежными системами, да, то есть банковские ограничения, там, те же самые запрет покупать и продавать, попытки влиять на цену купли-продажи, например, там, энергоносителей, да, или что-нибудь в этом роде, вот, попытка перенаправить логистические потоки, там, не покупайте, там, скажем, российский газ, не покупайте российскую нефть, не покупайте, там, вообще российские углеводороды, да, соответственно, если вы участвуете в логистике, да, под другими флагами, там, не знаю, там, транспорты, да, то есть сейчас вводят санкции против стран и торговых компаний, которые участвуют в торгово-логистической цепочке, да, то есть полностью. Я уже не говорю о том, что физически перекрывают каналы сбыта продаж, я про взрыв газопроводов, в частности, да. Так вот, соответственно, условия глобализации вот экономики, поскольку страны становятся все более взаимозависимы, да, политические решения, принимаемые на высшем уровне, на уровне альянсов, они могут иметь значительные последствия для экономик отдельных государств, да, то есть международная политика, политика альянсов играет ключевую роль в экономическом развитии стран. Взяли несколько стран, договорились, решили задушить одну страну, да, ну вот. Вопрос еще, как влияют эти санкции, да, то есть позволяет ли эти санкции жить или позволяет только выживать, это отдельный вопрос, да, или вообще санкции влияют слабо, да, и стимулируют другие процессы, вот, это отдельный вопрос. Вот. Таким образом, межгосударственная политика сейчас очень сильно влияет на экономику стран. Вот, например, да, санкции как инструмент давления. Введение санкций против одной страны, другой страной стало очень распространенной практикой международной политики. Санкции эти принимают уже различные формы, начиная от ограничения на торговлю, заканчивая заморозкой активов, запретной инвестицией. Например, там, санкции, введенные против России, оказали серьезное влияние на российскую экономику за других доступ к международным финансовым рынкам, к оборудованию, к технологии, к способам расчетов между странами, да. То есть сейчас предприниматели, те, кто что-то покупают или продают, ищут боковые вот эти самые схемы логистики, поставки через какие-то страны, другие там, третьи, многоходовывают эти цепочки, ищут способы расчетов с помощью альтернативных финансовых инструментов, там, каких-то карт, там еще что-то, да. Фактически, о чем это говорит? Способ находится, да, способ находится, но, во-первых, долговременность этого способа под вопросом, то есть его рано или поздно могут перекрыть, это раз. Второе, то есть он как бы временный такой, да, вот, а второе, это очень сильно удорожает транзакции и очень сильно удорожает логистику, то есть кому нужно оборудование, которое приедет там в полтора и так далее в два, два с половиной раза дороже его стоимости, как если бы ты купил его до санкций. Ну, это как бы надо очень сильно решиться на это самое действие, да. Вот, значит, блоковый статус страны и его последствия. Страны, которые находятся в определенных блоках-альянсах, могут оказывать давление на другие государства, да, используя свои экономические политические рычаги и наоборот. А, ты стоишь в отдельном блоке, против кого сегодня дружим, да, или с кем сегодня дружим и против кого. Вот, соответственно, чаще всего это приводит к тому, что страны, не входящие в эти блоки, могут оказаться в уязвимом положении, да. Например, страны, которые не поддерживают определенные политические решения ведущих держав, не хотят присоединяться к санкциям, да, могут столкнуться с экономическими последствиями для себя, такими как снижение инвестиций, ухудшение торговых отношений, как это, не контрсанкция, а санкции против тех, кто не согласился присоединиться к санкциям, да, тоже дальше будет про эту мысль. Вот, или наоборот, блоковые, а, ты дружишь с такими-то, такими-то, вот мы против тебя, допустим, там наложим, да. Вот, в связи с этим, когда международные условия, когда международные отношения становятся все более напряженными, возникает необходимость создания альтернативных политических, экономических объединений, то есть необходимо объединяться с кем-то, нужно, как это, кто против меня, Вася, кто на нас с Васей, да, то есть всегда нужно искать того, кто прикроет спину, да, то есть нужно искать плечо слева-справа, да, в объединении силы, да. Соответственно, примером такого объединения является, например, Брикс, да, который стремится создать многополярный мир и уменьшить зависимость своих членов от западных стран, да. Вот, соответственно, вот эта вот экономическая зависимость, как снижается, да, благодаря этому, политические объединения, такие как Брикс, могут способствовать созданию альтернативных торговых путей и альтернативных финансовых институтов, которые помогут странам-участникам снизить зависимость от западных рынков и валют, да. Вот, это в том числе через инициативы создания совместных банков, развитие внутренней торговли, совместных инвестиционных проектов. Политическая поддержка друг друга в альянсе, да, почему надо в альянсе объединяться? Страны, входящие в такие объединения, альянсы, могут оказывать друг другу политическую поддержку в мироорудных организациях, таких как ООН и других, в которых принимается решение большинством голосов, например, да, вот, или путем консенсуса полного. Это поможет этим странам, может помочь этим странам противостоять давлению страны более мощных государств. Соответственно, блоковый статус или альянс, да, может стимулировать экономический рост, да. Сотрудничество между странами Брикс, например, может привести к увеличению объемов торговли, совместным инвестициям в какие-то проекты, обмену технологиям, да. Если у них нет двусторонних взаимоотношений, например, да, это вот, вот, или там, ну, не знаю, вот, например, там Индия с Китаем, да, довольно сложные взаимоотношения, а взаимоотношения через Брикс, через третью страну, да, оно как бы будет, наверное, интереснее, да. Вот, таким образом, современная международная политика и политика альянсов значительно влияют на экономику стран, соответственно, надо объединяться с кем-то. Так возникает, собственно говоря, предпосылки создания Брикс, да, достаточно давно, вот, там, 14-й год, если ничего не путаю, вот, расширение было с 2100, а потом 2014, такие вехи. Теперь возник логичный вопрос. Вот мы, например, наблюдаем, по крайней мере, российская экономика наблюдает за силе импортных товаров, ну, Китай, про Китай в основном я говорю, да, а предполагается ли в рамках объединения Брикс, если он не носит характера торгового соглашения, как ВТО или ЕАЭС, или таможенный союз, предполагается ли протекция защита, то есть, да, местного производителя от засилия импортных товаров. Вот, соответственно, вопрос, какие страны Брикс, исходя из вот этого альянса соглашения, могут вводить у себя и могут ли вообще вводить заградительные, заградительные возны, таможенные пошлины, запреты, какие-то квоты с точки зрения защиты собственного производителя, стимулируют собственную производство товаров, потому что зачастую по себестоимости производства эти товары оказываются дороже цены ввозного товара, например, китайский или индийский, да, вот, это уже формула даже доказательства, наверное, не требует. Вот, соответственно, в рамках Брикс страны могут рассматривать различные варианты для защиты своих местных производителей, стимулирования собственного производства. Это может включать введение заградительных возных таможенных пошлинг, вот, на импорт, а также других мер, направленных на поддержку мерных производителей, да. Соответственно, какие возможны меры? Таможенные пошлины. Страны Брикс могут вводить повышенные пошлины на импорт товаров, которые конкурируют с местным производителем, да. Это не, скажем так, не ВТО, это не таможенный союз, да, это не, там, ЕАЭС, соответственно, это может, можно использовать, это, естественно, может помочь сделать местные товары более конкурентоспособными по цене, например, со временем, да. То есть, если мы говорим о достаточно хорошем технологической проработке вопроса и, собственно говоря, со временем себестоимость должна снижаться. Так, страны, участники Брикс могут вводить квоты на импорт, да, то есть на определенные товары, ограничить объем импорта или дать возможность просто местным производителям занять большую долю рынка. Вот, соответственно, страна, участница Брикс может субсидировать местных производителей, которые помогут снизить им издержки или компенсировать, допустим, компенсировать, ну не убытки, наверное, да, а компенсировать издержки покупающих. Вот, допустим, российский товар дороже, чем импортный товар. Стимулирование покупателю покупать этот товар может быть в качестве временной компенсации его издержек, например, предоставлением скидки. То есть производитель не за свой счет, а за счет государственной субсидии делает скидку, например, да, и таким образом имеет возможность продавать дешевле, разницу ему скомпенсирует. И второй вариант, допустим, компенсировать это покупателю. Ну это вот такая государственная политика в двух направлениях она может быть, да. Вот, например, могут компенсировать пилотные партии, вот, допустим, в России действует кластерная инвестплатформа, да, и пилотная партия товара, продукции участника кластера, которая заведомо продается, поскольку она пилотная, да, по низкой цене, вот этому самому участнику могут компенсировать разницу, да, вот, стимулировать фактически ему это все, да. Или наоборот, дорогая она получилась, например, пилотная, да, серийная дешевле, а пилотная получилась дороже. Соответственно, но покупателю этой пилотной партии могут компенсировать часть затрат на покупку более дорогой, да, чтобы свести его покупку к более рыночной, вот, чаще всего пилотной, конечно, дороже получается, да, то есть выход на более низкую себестоимость происходит с освоением производства, с выходом на проектную мощность и так далее, и так далее, вот, поэтому вряд ли там, ну, правда, и покупатель может сказать, слушай, она у тебя тестовая, пилотная, давай-ка ты ее подешевле нам все-таки продай, потому что мы же еще пока ее, скажем, в тази тестирования, у нас тоже нет. Торговые барьеры. Участницы, страны-участницы БРИКС могут вводить торговые барьеры, регулировать каким-то образом, которые могут затруднить импорт товаров, ну, то есть, как это может быть трактовано как мера защиты, да. Вот, инновационные моменты, инвестиции в научные исследования, разработки могут помочь местным производителям улучшить качество, ну, это понятно, снизить себестоимость продукции. Вот, Индия в качестве примера вводила в последние годы различные меры для защиты местных производителей в текстиле, в электронике, потому что китайские все-таки давления, да. Китай также активно использует тарифы и другие меры для защиты своего внутреннего рынка. Бразилия, ЮАР, ну, рассматривая, да, хорошо. Вот, то есть, в принципе, страны-участники БРИКС могут вводить такие меры, это не запрещено, здесь самое главное важно учитывать баланс интересов, что они могут вызвать ответственные действия со стороны других стран, что может привести, ну, к неким таким торговым войнам, да, поэтому каждая страна тщательно взвешивать свои действия, чтобы не усугубить экономическую ситуацию, да. Вот, допустим, с точки зрения последствий санкционного давления и как это, например, там, России и Ирану позволят обойти эти санкции, да, о чем могут договориться. Так, во-первых, надо рассмотреть, какие санкции, да. Против России наложены экономические санкции, запрет на экспорт технологий, оборудование, энергетика, высокие обороны, да. Вот, финансовые санкции, ограничение на доступ к международным финансовым рынкам, включая запрет на операции с определенными российскими банками, то есть банки там в стоп-листе, да. Вот, и я уже не говорю про свифт. Торговые ограничения, запрет на импорт определенных товаров, происходящих из России, да, в страны Запада, там, нефть и газ, например, да. Персональные санкции, замораживание активов, запрет на въезд для определенных лиц, вот, и так далее, и так далее. Против Ирана тоже запрет на экспорт нефти, газа, технологии, ядерная программа, атом, например, да, тот же самый. Финансовые такие же, свифты и прочее, прочее. Торговые, запрет на импорт иранских товаров, включая оружие, товар военного назначения. Персональные, естественно, санкции, да. Вот, теперь, собственно говоря, объединение Ирана-России в БРИКС, а это одни из ранних членов Союза, да, то есть еще когда был БРИК, например, да, они уже были в Альянсе. Вот, соответственно, часть из этих санкций, некоторые возможности объединения БРИКС предоставляет. Например, участники БРИКС могут развивать свою двустороннюю торговлю, многостороннюю торговлю с другими участниками БРИКС, да, что поможет им снизить зависимость от западных рынков. Да, они эти рынки уже потеряли, но они могут развивать азиатские рынки, да, свои южные, например. Вот, альтернативная финансовая система. Проект уже, в принципе, много говорилось и про БРИКС-бридж, и мани, и про новую валюту цифровую, да, и про новый банк развития БРИКС и так далее, и так далее. Совместные проекты, ну, здесь пока комментировать нечего, надо посмотреть, да, что и как. Вот, потом, значит, политическая поддержка, участие в международных формах и организации, где могут лоббировать интересы, да. Вот, так, теперь, значит, если одна страна не присоединилась к санкциям против другой страны, и на нее в ответ на это члены альянса или какого-то блока наложили санкции, да, соответственно, как с этим бороться, да, если ты в ней, там, ну, скажем, там, ну, вот в том числе в БРИКС, да, ты объединяешься. Дипломаты, компромиссы, смягчение последствий санкций, экономическое сотрудничество с другими странами, которые не поддерживают санкции, да, вот так, собственно говоря, появляется БРИКС, они могут помочь скомпенсировать потери, да. Не покупают у нас здесь, попробуем продать там, да. Диверсификация экономики – сложный путь, структурные изменения в экономике, безусловно, да, но, по крайней мере, уход от зависимости от определенных товаров, вот как это, монопрофильность экономики всегда достаточно опасна, да, то есть если ты нефтегазовая страна, там, к примеру, да, вот, если ты не будешь диверсифицировать свою экономику, то ты находишься в очень серьезном, серьезные угрозы, да, уязвимости, вот. Новые отрасли технологий надо развивать, пытаться торговать других, тем более сейчас высокотехнологичных направлений, да, много. Создание альянсов, вот, собственно, говоря, что привело к Бриксу, да, создание более сильной позиции на международной арене с путем нахождения союзников среди стран, которые также подвергаются санкциям или имеют ухожие интересы, да, хотят противостоять. Права и защита, международное право, ну, это отдельный вопрос международного права, даже комментировать пока не буду. Информационная политика, информационные кампании для объяснения своей позиции, да, донесения своей позиции других стран, воздействия санкций на население, экономику, да, формирование общественного мнения внутри страны, за пределами, как сторонников-то еще искать, рассказывать, объясняться, говорить. Инвестиции во внутренние ресурсы, да, местное производство, технологии, чтобы внутренний рынок, да. Так, прежде чем перейти к защите, к протекции отечественного производителя, да, вот еще такой вопрос возник. Как объединение в Брикс поможет выйти странам-участницам из соглашения по ВТО, которые, как говорят, мы, дуру, что называется, вступили, да. Вот, и что теперь с этим делать? Вот, если странные участницы, участницы Брикс решат выйти из Всемирной торговой организации ВТО, они могут использовать несколько подходов для минимизации своих негативных последствий, выхода и поддержки своих экономик. Создание альтернативных торговых соглашений, безусловно, да, страны Брикс могут разработать собственные торговые соглашения, которые будут учитывать их интересы, потребности. Вот, в том числе путем снижения тарифов, упрощения процедур торговли, создания специальных экономических зон, то есть вот они могут делать таможенные свои союзы, торговые союзы, тарифные союзы, специальные экономические зоны для взаимной торговли и так далее, и так далее, да. Вот, или точнее специальные экономические зоны для производства товаров, которые будут пользоваться специальными таможенными, налоговыми и иными льготными юрисдикциями. То есть это позволит межстрановые вещи такие обойти. Углубление экономического сотрудничества, взаимные инвестиции и торговля в качестве компенсации возможных потерь от выхода из ВТО. Совместный проект обмена технологиями и ресурсами. Разработка новых стандартов и норм. Страны БРИКС могут создать свои собственные стандарты. Ну, БРИКСовые имеется в виду стандарты и нормы, которые будут регулировать торговлю, что позволит избежать зависимости от правил ВТО. Поддержка МСП. Участники БРИКС могут сосредоточиться на поддержке не только своих крупных компаний, как это обычно делается на государственном уровне, но и своих малых и средних предприятий, чтобы они могли более эффективно конкурировать на внутренних и внешних рынках. Это мы опять приходим к вопросу о защите, протекции среднего бизнеса от крупного, малого от среднего, микро от малого и так далее. То есть какие-то вот эти самые механизмы все равно в экономической политике государства быть должны. Так, про альтернативный финансовый институт, наверное, про новый банк развития комментировать не буду. Это в других уже видео и на других страницах достаточно много об этом говорится. Ну, многосторонние форумы. И вот теперь еще очень важный вопрос. Вот, например, берем электронику. Очевидно, китайское и тайваньское давление с точки зрения электроники, монополизм и по контроллерам, и по матрицам, и по... Как они там у нас называются-то? Микросхемы определенного типа, да, которые свободно программируемые, куда можно заливать свой код, да. FPG-оплаты. Вот. FPG-микросхемы. Как расширение развития торговли, например, который так или иначе все равно развито, да, между Китаем и Россией в сторону импорта, например, китайской электроники, да, и китайских технологий, вот, китайских автомобилей, снятия торговых марьеров. Как это будет сочетаться с протекцией защиты российского производителя, например, электроники, да? Как интеграция поможет защитить национального местного производителя? Возможно ли введение квот на импорт из Китая, например, да, или защитных в одной из таможенных пошлин китайских товаров? Или неких критерий при закупке, сделанных в России? Тот же самый реестр, да, при Славу, 1819. Вот. Значит, что здесь, какие аспекты здесь стоит рассмотреть? Первое. Интеграция может, безусловно, способствовать развитию совместных предприятий копираться между странами БРИКС. Если, например, ты создаешь СП, то ты, ну, так или иначе уходишь, снижаешь свою зависимость от импорта, да? То есть здесь уже, скажем, хотя бы наполовину, что называется, твоя продукция производится на территории России в СП. Вот. Это стимулирует развитие местного производства. Самое главное, чтобы модель СП была на выращивании собственных конструкций, собственных сотрудников инженерно-технического профиля, а не только, чтобы использовался для отверточной сборки персонал самой низкой квалификации, да? Так, технологический обмен. Страны БРИКС, в принципе, могут договориться об обмене технологиями и опытом. То есть на текущий момент вот это самое патентное давление, патентная защита Тайваня, Китая, там и отдельных компаний, да, такова, что технологический обмен, он, ну, как бы, больше похож на навязывание технологический рывок. Одна компания делает технологический рывок, и потом пользуется своим монопольным правом, да? То есть технологический обмен должен быть все-таки, ну, как бы, равнокалиберным. То есть, ну, пусть ваша электроника, даже с блоками сомнительного функционала, но вы не должны препятствовать нашему программному обеспечению внутренним прошивкам, которыми мы будем управлять сами, как хотим, а не так, что встроенные ПО тоже ваши, например, да? Я понимаю, что мы не дойдем до быстро, по крайней мере, да и в создавшейся ситуации, может быть, это неслесообразно, да, учитывая межстрановую систему распределения труда и технологий, да, может, мы не дойдем до каких-то там мелких нанометров, остановимся, не знаю, там, на порядке цифр, измеряющихся в десятках, да? Вот, но, по крайней мере, программное обеспечение, мы, в принципе, здесь и не должна теряться гарантия на изделие, если программа обеспечения другой страны, произведено разработчиками другой страны или СП, например, да? Вот, с точки зрения, значит, защиты местного производства могут быть как протекционистские меры, да, введение квот, там возможных пошлин, ввозных, да, хотя это может противоречить принципам свободной торговли, но я пока не видел, чтобы страны БРИКС договорились о принципах свободной торговли, да? Вот, и второй аспект стимулирования местного производства, да? То есть критерии при закупке вполне могут быть отсекающие, да, сделаны в РФ. Вот, сочетание торговли и протекции, так называемый, вот этот баланс интересов, самая тонкая, как бы, грань, да? Чтобы найти баланс между расширением торговли и защитой местного производителя, да, это, ну, некая такая гибкая торговая политика, которая должна учитывать интересы, как импортеров, так и местных производителей, чтобы, ну, вот, нельзя, как бы, да, в одну сторону делать перекос, нельзя, например, душить местные магазинчики, да, путем зеленого света для крупных торговых сетей. Откуда тогда взяться местному торговцу, да, местному купцу местного районного масштаба? Но мы наблюдаем обратную ситуацию, например, да, укропнение бизнесов. Так, соглашения о свободной торговле могут быть, могут включать положение о защите местных производителей, и чтобы как раз для избежания чрезмерной конкуренции со стороны более сильных экономик, более сильных экономик, таких, как Китай. Так, какие предлагаются меры? Квоты пошлины, временные, и применятся в условиях кризиса или рисковывалечения импорта, стимулированные локализации, над локализацией надо работать, над Made in Russia надо работать гораздо больше. Вот. Таким образом, торгово-экономическая интеграция в стран БРИКС может создать возможности в том числе для защиты и развития российского производителя. Это не противоречит одно другому. То есть, это сочетабельно, да. То есть, здесь, в этом плане можно поступать очень гибко. все зависит от протекционизма местной национальной отечественной власти. На этом пока.